Делегация черкесской диаспоры из Турции посетила Карачаево-Черкесию. В поездке по исторической родине гостей сопровождали представители Адыгахаса, Черкесский парламент республики. Подробнее о встрече соплеменников Фатима Даурова. Это первые шаги потомков адыгских махаджиров на исторической родине своих предков. Тут их встречают представители администрации Хабецкого района, жители аула Либердуковской и дети, ученики однокласса Хабецкой средней школы. Встреча на знаковом месте, где расположен исторический комплекс, памятник жертвам Кавказской войны. И здесь же памятная фотография на фоне черкесского символа, объединяющего адыгов всего мира, 12 звезд и трех скрещенных стрел. Они сегодня едут, у них по программе в Кабардино-Балкарию, тоже встреча с главой республики. И решили заодно заехать по пути в нашу республику, посмотреть вот этот памятник, который все знают, все адыги мира. И решили навестить нашу республику. Мы, конечно же, их встречаем. Работа хассы встречаем, провожаем любых наших братьев, которые сюда приезжают с большим удовольствием. Памятник жертвам Кавказской войны в ауле Либердуковский уникальный в своем роде. Он появился первым в стране. Жители аула хорошо помнят, как однажды ночью 1989 года на единственном холме на окраине села появился небольшой камень-валун в память погибшим черкесам в Столетней войне. И вот сегодня потомки тех, кто волей судеб оказался на чужбине, возлагают цветы к подножию мраморного памятника в честь своих предков. Мы ездим друг к другу, обмениваемся и опытом, и многие родственники друг друга нашли. Со времен 90-х годов, когда стало возможным вообще посещать наши страны, сейчас очень многие общаются друг с другом. И культурный обмен, и наши ансамбли выезжают, артисты выступают и в Турции, и сюда они очень много делегаций приезжают. Мы и молодых, и взрослых постоянно встречаем. Честно говоря, больше приезжают в Майкоп и в Нальчик. Ну, в последнее время и к нам начали приезжать. Знакомство продолжилось в выставочном комплексе музея адыгской истории, где житель аула Либердуковский и заодно один из хранителей музея, Аслан Хутов, рассказал гостям о представленных экспонатах, этнографической и археологической коллекциях, фрагментах исторических карт расселения адыгского народа, фотографиях, рисунках, газетах и документах. Гости с интересом слушали рассказчика, перебивая только тогда, когда возникали интересующие вопросы. Предки Яшара Хохандука родом из селения Хохандуковский, как в старину называли нынешний Либердуковский. Ему особенно отрадно находиться на земле праотцов. Куда бы нас не разбросала судьба, где бы мы не находились сейчас, мы всегда оставались и продолжаем быть адыгами. Мы сохранили кодекс адыги-хабзе. Наши традиции и обычаи, культуру и быт. И каждый из нас всем сердцем стремится посетить свою историческую родину. В следующий раз я обязательно приеду со своей семьёй, чтобы они своими глазами увидели родную землю. Ученики этнокласса Хабецкой средней школы прочитали гостям стихи на родном языке, рассказали о своей малой родине. Дети оказались заинтересованы гостями черкесского зарубежья, задавали вопросы, сравнивали звучание разных диалектов и говоров адыгского языка. Современное поколение единого народа, живущего на разных берегах Чёрного моря, даже спустя столько лет понимают друг друга с полуслова. Фатима Даурова, Муминат Ешерова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия.